Дневник разработки по игре Эра Поэтому спустя полгода был найден человек, поддержавший его идею Подробно рассказывать не буду, но в конце концов Эра была близка к закрытию И по многим разногласиям Александр вновь остался один С каждой новой версией игра принимала все более презентабельный вид Однако по многим проблемам, связанным со старостью движка Пришлось перенести игру на гейммейкер в студию и далее продолжить разработку Как только Эра стала подбираться к выпуску, понадобились отдельные люди Из-за невозможности охватить все тонкости Звуки, музыка, графическая составляющая, сюжет, тестеры Поэтому было решено собрать кратчайшие сроки команду Без подробностей скажу, что с трех человек началась история А3 Теперь у Эры есть все необходимое для полноценной разработки Что касается разработки на данное время Эра расцветает и приобретает с каждым днем все более приятный вид Сейчас игра находится в Альфе 009B43 И фактически закончена первая локация За время перехода от версии 001 до версии 009 произошло огромное количество изменений Ранее не было звуков у всей фауны, отсутствовала подходящая музыка, хромала графической части И оптимизация оставляла желать лучшего За три месяца переработки всех аспектов игры Эра исправила все те ошибки, которые были допущены в ранних версиях Чтобы было более понятно, с чем мы имеем дело, покажу вам версию для сравнения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как можно заметить, переработка произошла колоссально Кстати говоря, этим днем была наконец реализована возможность сохранения И теперь можно смело закрывать игру и продолжать с момента, где вы остановились Да-да, капитан очевидность В планах у нас лежит разработка мировой карты, по которой можно будет путешествовать через порталы, пешком или будь-то другим способом Доработать интерфейс, так как некоторые моменты мы считаем неудобными для наших игроков Большое внимание уделить балансу и сделать возможным выжить даже с одним юнитом после разорения какими-либо племенами или другими напастями В баре присутствует большое количество эвентов, которые не дадут заскучать игроку и естественно почувствовать себя боссом магического мира Не стоит забывать, что вы здесь названные гости, которые их изгнали Да, простите, маленький спойлер Предстоит огромная работа над музыкой и графической частью Каждая локация будет наполнена отдельным саундтреком, чтобы максимально погрузить вас в атмосферу этого очаровательного мира А составляющая биома заставит вас на несколько минут просто посидеть и понаблюдать за общей картиной Также в планах огромное количество мировых боссов и тайные локации Но об этом уже в следующей серии дневников разработчика На этом я, Стаслав Морозов, прощаюсь с вами Не забывайте подписываться на наш канал, комментировать и задавать вопросы Мы обязательно ответим каждому Всем спасибо за внимание и до новых встреч!